Давайте поговорим про портативные приставки. У меня в рамках подготовки этого материала появилась теория, которой я хочу с вами поделиться. Вам не кажется, что к карманным консолям у пользователей складывается более личное отношение? К ним куда проще привязаться? Штука в чем? Стационарные приставки зачастую стоят где-то сбоку, скромно выглядывают из глубины полки, в худшем случае валяются на полу под грудой хлама. Если говорить про современные образцы, то мы вообще практически с ними не контактируем. Игры в основном покупаются в онлайне, а включается консоль с геймпада. Можно завести речь про олдовые варианты. Тут, конечно, тактильного взаимодействия куда больше, однако все же оно рассеивается между самой консолью, картриджем и контроллером. Но даже не это главное. Какой бы домашней приставкой мы не пользовались, 95% времени наше внимание приковывает экран телевизора. Совсем уже другое устройство со своей ролью. То ли дело портативка. Она всегда у нас в руках. И весь процесс игры мы смотрим именно на нее. На ту, что преданно развлекает нас не только дома, но и в путешествиях, в очередях, да где угодно. Как говорится, мы знаем все ее трещинки. Ну, как тут не влюбиться? И да, само собой, у каждого своя любовь. PSP, запускающая и хиты с первой плойки. Nintendo 3DS с эксклюзивами для фанатов Зельды и Марио. У любителей классики наверняка есть что сказать про Sega Nomad, позволяющий воспроизводить игры с привычных картриджей для Mega Drive. А отдельные ценители до сих пор нет-нет, да и дотягиваются до старого доброго Тетриса Brigade. Выбрать есть из чего, и у фанатов каждого устройства найдутся свои аргументы. Я невеликий знаток портативного гейминга. Например, соневских карманных консолей у меня никогда не было. Поэтому имейте в виду, что я сегодня не собираюсь вам насаждать любовь к определенному устройству. Я просто хочу поделиться соображениями, чем конкретно меня оно зацепило, чем понравилось, чем выделяется на рынке и какие особенности в себе дает. И самое главное, я не Nintendo Boy. Серьезно. Я уже рассказывал про Nintendo 64, теперь вот опять консоль той же самой компании, но это просто совпадение. И да, пора уже это произнести. Сегодня мы с вами разговариваем по поводу Nintendo DS. Для подавляющего большинства наших игроков это просто какая-то странная штука. С парой экранов для задротов покемонов, зельты и вот этого всего. Так как же она умудрилась покорить весь мир, при этом оставшись в тени? А вот эти два экрана хоть как-то активно использовались? Или это все очередной маркетинговый прием от японских инженеров, который толком никому не пригодился? Как, например, с особенностями Nintendo Wii U было? Сегодня мы должны получить какие-то ответы. Для начала, Nintendo 3DS и Nintendo DS это разные вещи. Здесь речь не о том, что одна поддерживает объемность картинки, а вторая нет. Это консоли разных поколений. Вообще, у портативок Nintendo хронология следующая. В начале было слово. Точнее, два. Game Boy. Объект несбыточных мечтаний обычных российских детей появился на свет еще в 1989 году. Чтобы вы понимали любовь Nintendo к выпуску новых вариантов своих устройств, прокачанные модели Game Boy Pocket и Game Boy Light вышли потом в 1996 и 1998 годах соответственно. Тогда же в 1998 случился Next Gen Game Boy Color. Ее жизненный цикл выдался не столь продолжительным, поэтому уже в 2001 на полке магазинов легла Game Boy Advance. Портативка народу, что называется, зашла. Nintendo наращивала производство, запустила кардинально отличающуюся от оригинальной ревизию с припиской SP и, судя по всему, отметила для себя парочку важных выводов. Горизонтальная ориентация это хорошо, раскладушка тоже. В 2004 году на этих столпах была воздвигнута Nintendo DS. Причем редкий случай сначала произошел запуск на американском рынке, а потом уже на японском. Консоль впоследствии тоже получила несколько обновлений, о которых мы еще подробно поговорим. Ну а Nintendo 3DS, являющаяся, само собой, прямой преемницей DS, появилась на рынке в 2011 году. Актуальна до сих пор, хоть уже и снята с производства. И да, у нее тоже куча всевозможных вариантов исполнения, но это уже совсем другая история. Выглядит дебютная ревизия DS вот так. В сложенном состоянии и в разложенном. Кнопка включения, депад, старт, селект, кнопки действий, все знакомо. Шифты на верхней грани также имеются. Здесь еще расположены слот для картриджей, разъем для зарядки и спрятанный стилус. На противоположной стороне есть механический регулятор громкости, разъем для наушников и еще один слот для картриджей, но уже для тех, что с Game Boy Advance. Да, Vivat обратная совместимость. DS поддерживает игры предыдущего поколения. Правда, только предыдущего. Картриджи от обычного Game Boy или его цветной версии проигрываться не будут. Ну и хочу обратить ваше внимание на один маленький нюанс, который легко можно упустить. У Nintendo DS два экрана. Естественно, это стало главной особенностью консоли. Разработчикам наличие двух экранов предоставляло возможность экспериментировать с игровым пространством или отображением вспомогательной информации, открывало новые направления в плане геймдизайна. Особенно учитывая, что нижний экран является тачскрином. Ну а игроков, конечно же, все это жутко интриговало. Им хотелось новых ощущений, и такая диковинка, несомненно, привлекала внимание. Наиболее тривиальный подход к использованию новой фичи — это вынесение отдельных элементов интерфейса на один из экранов. В New Super Mario Bros. весь процесс протекает на верхней половинке, а внизу обозначено количество жизней, ведется счет, схематично отображается прогресс в рамках уровня, ну и гигантская кнопка превращения Марио тоже здесь. К слову, New Super Mario Bros. была моей первой игрой на DS, и я не сразу понял, что это именно кнопка, а не просто красивая картинка. Тем более, что в остальном тачскрин в этой игре никак больше не задействован. В Contra 4 тоже весь процесс построен по старинке на физических кнопках, а вот отображение игрового пространства реализовано уже куда интересней. В привычных этапах с видом сбоку оба экрана играбельны. Вы можете спрыгивать на нижней платформы и, благодаря крюку кошки, лихо забираться обратно. При этом иногда две эти области разделены каким-то очевидным образом. К примеру, в лаборатории верхний экран — это территория пугающих монстров, шустро перебирающихся по своим коридорам. А на уровне с покатушками на гидроцикле нижний экран — это толща воды. Схожим образом представлено выуживание затонувших сокровищ в The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Флагман Nintendo вообще по полной использует все возможности устройства. В игре иногда нужно кричать или свистеть во встроенный микрофон, а с помощью стилуса и тачскрина можно, например, оставлять собственные заметки на карте местного архипелага полного приключений. Короче, надеюсь, я вас убедил в том, что затея с двумя экранами была действительно прикольной и предоставляла возможности по-новому взглянуть на привычные форматы игр. Какое же удачное изобретение, возникают мысли. Любопытно, что на самом деле это изобретение свет увидела в 1982 году. Помните, я связал начало портативного пути Nintendo с появлением Game Boy? На самом деле я вас обманул. Комбинация ключевых слов была немного другой и звучала как Game & Watch. Да-да, те самые игрушки с жидкокристаллическим экраном, которые успешно потом копировались в компании электроника. Ну и, на секундочку, в целом породили такое явление, как портативные электронные игры. Явление крайне интересное и заслуживающее отдельного исследования, но сейчас нас интересует другое. Спустя два года после выпуска первой модели Game & Watch в мае 1982 года, в результате очередного эксперимента компании Nintendo, в продажу поступила мультиэкранная игра Oil Panic в удобном форм-факторе раскладушки. За ней появилась версия Donkey Kong, Mickey & Donald и так далее. У меня есть вот такая бомб-суипа. Любопытная штука, в которой нужно заниматься обезвреживанием бомб. Есть заранее созданные лабиринты, есть режим рандомной генерации. Увлекательная вещь. Но это я просто похвастаться. Суть же в том, что два экрана Nintendo DS на момент запуска не были такой уж прям революцией. Очередной пример того, как часто новое является лишь хорошо забытым старым. Я познакомился с платформой лет пять назад, и на тот момент слабо представлял не только то, какие там могут быть игры, но и то, как вообще может быть организована программная оболочка этого поколения. Сейчас уже все привыкли, что приставки являются медиа-центрами с самым широким спектром возможностей. А что консоль могла предложить на стыке 2004 и 2005 году? На самом деле ничего особенного. Да, в отличие от Game Boy Advance, оболочка здесь хотя бы была. В ней можно было выставить время, завести будильник, посмотреть календарь, подобрать основной цвет графического оформления, ну и решить, какой картридж запустить, из первого слота или из второго. Так что все рожденные в эпоху Wi-Fi в этом плане могут остаться разочарованными. Но, к слову, Wi-Fi модуль-то здесь имеется. Вот только применялся он не для серфинга по соцсетям, хотя технически такая возможность была. Правда, для этого нужно было купить картридж с браузером и расширение памяти. Wi-Fi прежде всего ценился за возможность мультиплеера или еще какого-либо взаимодействия пользователей. В сеть связывалось до 16 устройств, размещенных в пределах 10-30 метров друг от друга. Также он был нужен для получения с серверов Nintendo игрового онлайн-контента. Дополнительные предметы или, например, что-то вроде дейликов, все это было вполне реализуемо. И вроде как до сих пор функционируют пользовательские серверы, позволяющие гонять в Mario Kart или обмениваться покемонами в соответствующей игре. Но с теми картриджами, что есть у меня, я таким костыльным методом ничего конкретного не добился. Ну а официально поддержка сервиса Nintendo Wi-Fi Connection, который работал не только для Nintendo DS, но и для Wii, была прекращена 20 мая 2014 года. Вся онлайн-движуха была перенесена в свежеиспеченную Nintendo Network, которая ориентировалась уже на Wii U и 3DS. Задача проиллюстрировать игротеку Nintendo DS, предъявив вам какие-то характерные экземпляры, на самом деле не из простых. Потому что игр реально много. При этом, с одной стороны, есть мои субъективные симпатии, есть всяческие топы, а есть показатели проданных копий, и зачастую все это друг другу противоречит. Вот, например, Contra 4, которую я уже упоминал, редко можно встретить в каких-нибудь чартах, однако для многих любителей серии это очень примечательная игра, явившаяся отдушиной после невероятно странных экспериментов на PlayStation 1 и 2, где Contra, конечно, изрядно поистрепала. А тут авторы решили вернуться к родным пенатам и сделали трибют классическим, любимым в народе играм с 8- и 16-битных приставок. Здесь тонна узнаваемых элементов, локаций, противников и вообще геймплея. Но при этом есть и множество оригинальных решений и добавлений, как связанных с особенностями двухэкранной платформы, так и просто концептуально. Contra 4 напоминает мне о современном Capcom-овском подходе к производству Resident Evil. То есть, с одной стороны, куча узнаваемых вещей, ностальгия, любимые локации, а с другой — новый дух, техническое совершенствование и удачное экспериментирование. Другой хитовый проект, в котором вдоволь можно было настреляться — Grand Theft Auto Chinatown Wars. Это GTA IV в миниатюре. Хотя не самая справедливая характеристика. Да, действия происходят в той же вселенной, за основу взят знакомый Liberty City, хоть и без региона Олдерни. Однако история, за которую, к слову, отвечает Дэн Хаузер, а не абы кто, тут самодостаточная, крутящаяся вокруг того самого Чайнатауна. Да и графон, выполненный при помощи непривычной для серии технологии Cell Shading, вызывает дополнительное ощущение новизны. Отдельно хочу отметить, что именно в Chinatown Wars можно более обстоятельно погрузиться в шкуру, собственно, автоугонщика. Разные машины заводятся по-разному, и если какую-нибудь Колымагу тут можно запустить парой поворотов отвертки, то в случае с дорогими спорткарами придется постараться, взламывая компьютеризованный иммобилайзер. Игра впоследствии появилась и на портативках Sony, и на мобильных устройствах, так что об эксклюзивных фичах в управлении говорить не приходится. Однако в Чайнатаун Wars как раз-таки можно было активно использовать тот самый Wi-Fi-модуль. И не только устраивать зарубы в шести разных мультиплеерных режимах, ну и отправлять друзьям координаты спрятанных по городу предметов, обмениваться с ними вещами, и даже загружать статистику в Rockstar Games Social Club. Множество разных франшиз получало свои продолжения на DS. Причем зачастую не единожды. Новые Advance Wars, ремейки Final Fantasy, LEGO-платформеры, эксклюзивные части Castlevania. К слову, для Metroidvania два экрана, один из которых можно отдать в пользу карты, это вообще самое то. Интерпретации известных Tomb Raider, или вот, например, своя собственная версия Age of Empires The Age of Kings. На DS эта стратегия взяла и стала пошаговой. Короче, открытий и приятных находок сделать можно много. Однако самые громкие и популярные проекты, естественно, выходили из кузнец Nintendo, или под ее непосредственным патронажем. На старте консоли всех увлекли новые части Mario Kart с добавкой DS, Super Mario Bros. с приставкой New, и Mario & Luigi с подзаголовком Partners in Time. Каждая отлично продвигала свою серию и жанр, не совершая революций, но становясь замечательным обращчиком прилежного геймдизайна, когда даже самые простые вещи, на которые кто-то может забить в процессе разработки, старательно вытачиваются, благодаря чему к результату не так-то просто придраться. В общем, классический подход Nintendo. Если уж мы заговорили про проверенные козыри японской компании, стоит отметить, что на DS еще случались переиздания со старших домашних платформ. Самые, на мой взгляд, примечательные это Super Mario 64 с Nintendo 64 и Chrono Trigger со SNES. Никаких особых нововведений, однако сама возможность взять и перепройти памятные хиты, находясь в какой-нибудь поездке, уже приятна. Ну а лично для меня главным проявлением талантов японских разработчиков, старающихся на благо Nintendo DS, стало вот это The Legend of Zelda с подзаголовком Phantom Hourglass. Первая моя Зельда, которая дала ответ на, наверное, классический вопрос, возникающий в головах тех, кто с серии не знаком. Да что там такого, японцы придумали, что весь мир на ушах стоит несколько десятилетий. На самом деле, ничего особенного, просто это отличный представитель жанра экшен-адвенчер с кучей возможностей, правильной синергией игровых элементов и ощущением свободы и живости мира. Причем я после Phantom Hourglass и в другие Зельды поиграл с разных платформ. К слову, и для DS выходила еще одна Spirit Tracks, но ни одна из них не принесла мне столько же удовольствия. Здесь и атмосфера классная, и визуальное исполнение на стыке 2D и 3D шикарное, и нет душноватых моментов, что порой возникали в более старых играх серии. Если, конечно, не считать необходимость несколько раз за игру возвращаться в одно и то же ключевое подземелье, и заново одолевать уже знакомые этажи, хоть и порой разными методами. Как по мне, такое себе решение, но ради всего остального можно смириться. На что я еще изрядно подсел, так это на серию игр про профессора Лейтона. На DS вышло 4 части, а после этот английский джентльмен отправился на другие платформы и начал даже участвовать в кроссоверах. Эти игры — своего рода симулятор ходьбы с огромным количеством головоломок. Профессор археологии Хершел Лейтон и его юный ученик Люк Тритон раз за разом ввязываются в мистические истории криминального характера, оказываются в странных местах и знакомятся с гротескными персонажами, которые-то зачастую и предлагают героям разобраться с очередной задачкой для мозгов. Главная прелесть серии — высокое разнообразие головоломок. Есть математические, есть логические, есть интерпретации классических мини-игр, есть задачки с подвохом или на внимательность. В общем, кучей. Что лично меня еще цепляет, так это сеттинг. Куда бы ни заносила нелегкая Лейтона, он продолжает оставаться джентльменом и тем самым сохраняет в игре настроение британской размеренности и учтивости. Причем оно не раздражающее, не излишне чопорное, а какое-то хрестоматийное, как будто взял в руки учебник Happy English за пятый класс. К слову, не пугайтесь обилия текста, язык здесь не такой уж и сложный, хоть иногда и попадаются не особо распространенные термины и обороты. Зато, если проходить, периодически сверяясь с переводчиком, то можно неплохо прокачать свой словарный запас. Учитывая, что для многих мобильные устройства и чтения идут рука об руку, не мудрено, что на Nintendo DS случились заметные релизы, так или иначе использующие формат визуальных новелл и соединяющие его с другими механиками. Помимо профессора Лейтона, на платформе отметились такие хитовые серии, как Ace Attorney, про того самого адвоката Феникса Райта, и Zero Escape в лице игры Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, про неизвестных людей, похищенных для прохождения хитро выкрученного смертельно опасного испытания. Самые трушные алды могут вспомнить, что в итогах 2012 года награду за лучший сюжет на ESG получила от нас Zero Escape vs Last Reward. Так вот, она была продолжением 3-9. Однако мобильные устройства — это, конечно, не только и даже не столько чтение, сколько музыка. У Nintendo DS есть кое-что особенное и в этой области. Правда, вряд ли вы это будете в метро использовать. Хотя... Созданием портативного развлечения под брендом Guitar Hero занималась небезызвестная Vicarious Visions. Студия прилежная и, как оказалось, в достаточной степени изобретательная. Хотя, с другой стороны, а как ещё по-другому можно было сделать Guitar Hero on Tour. Во второй слот вставляем приблуду, имитирующую гриф гитары. Всего с четырьмя кнопками, так как пальцами в данном случае особо не поперебираешь. Чтобы конструкция никуда не разлетелась, кисть надёжно фиксируется ремнём. И начинаем с упоением лобать, зажимая кнопки и возюкая по тачскрину специальным стилусом в виде медиатора. Круто же! Так-то да, но есть один нюанс. При таком положении рук не покидает ощущение, что вы играете на комичной гитарке длиной сантиметров десять. Ещё и смотрите на неё постоянно. Ну, как тут достичь ощущения настоящего рок-драйва? Это как если бы Black Sabbath выступала на сцене с укулеле. Типа да, что-то в этом есть, но... серьёзно. Плюс ко всему, понятно, что Guitar Hero on Tour надо прям притираться и искать свой собственный хват, но то ли руки у меня такие, то ли сказалась привычка Guitar Hero Life, однако мой мизинец здесь просто офигевает. Чуть ли не до судороги. Контролировать его очень тяжело. Но это такой исключительно дилетантский комментарий. Я, конечно, тот ещё гитарист. И это ведь только один пример игрового аксессуара для DS. Сама Nintendo и сторонние разработчики успели выпустить приличное количество периферии. Были традиционные рамбл и экспэншн паки, добавляющие вибрацию и оперативную память соответственно. Был паддл для игры Varkanoid или Space Invaders. Пидометр, беспроводная клавиатура или даже пианинка с 13-ю клавишами. Да и это, опять же, не всё. Короче, для тех, кто, как и я, кайфует от всех вот этих манипуляций с отсоединением и присоединением разных модулей к приставке, разработчики неплохо в своё время постарались. Только надо иметь в виду, что практически все дополнительные штуки вставляются вот в этот разъём для картриджей с Game Boy Advance. Поэтому модель DSi здесь не подойдёт. Так, я, похоже, забыл вам кое-что рассказать. Разные модели. Их, к счастью, далеко не так много, как у Nintendo 3DS, но поразбираться есть в чём. Я уже показал вам оригинальную консоль, и тут, конечно, дело вкуса, но, на мой взгляд, она получилась, скажем так, топорненькой. На её фоне Game Boy Advance SP предыдущего поколения кажется хай-теком. Не буду особо распространяться про формы и размеры, в конце концов, в нынешнем обществе это не приветствуется. Но вот что меня реально смущает, так это то, что первая Nintendo DS по факту не закрывается, а прикрывается. Ну, странно же. Обновление не заставило себя долго ждать. В марте 2006-го, спустя всего год и три месяца после запуска консоли, на полках японских магазинов появилась Nintendo DS Lite, а в июне она добралась и до запада. Элементы управления были чутка перетасованы, экраны снабдили четырьмя уровнями яркости, что было очень и очень кстати. Оригинальная DS слишком тусклая. Существенно снизились размеры и вес, энергопотребление оптимизировали, короче, консольку хорошенько так бафнули. Придали ей куда больше лоска, оточенности и законченности в формах, а покрытый тонким прозрачным пластиком корпус, это вообще отдельный кайф. Ну реально, ощущение, что устройство не полтора года разделяет, а лет пять минимум. Собственно, вот эта белая прелесть и была самой моей первой DS. С точки зрения конструкции, эргономики и всего остального, всё максимально классно. И я бы даже и не подумал бы искать альтернативы, если бы не одно большое но. Артефакты на верхнем экране. Инженеры Nintendo в погоне за облегчением конструкции и уменьшением размеров, видимо, где-то просчитались. В результате чего у модели Lite в процессе эксплуатации повреждался шлейф, ведущий к верхнему экрану. Однако, чтобы выявить этот недостаток, потребовались годы. Брак далеко не всегда обнаруживался в короткие сроки. Я на своей консольке отыграл несколько лет, прежде чем и её настигло это напасть. Но всё же время берёт своё, и сейчас на барахолках вы можете отыскать огромное количество кастомных Nintendo DS Lite без верхнего экрана. На таких нельзя нормально взаимодействовать с играми, собственно, для DS, однако они отлично подходят для картриджей Game Boy Advance. По мнению многих, это вообще лучший способ приобщиться к играм с Advance. Благодаря яркой настраиваемой подсветке, приличного размера экрану и удобному расположению кнопок. В ноябре 2008 года в Японии и в апреле 2009 на Западе выходит ещё одна итерация Nintendo DS. Nintendo DSi. Шлейф, у которой уже не так уязвим. Однако, эту консоль сопровождают другие, не то чтобы однозначные решения. Неоднозначные они, конечно, прежде всего с моей точки зрения, прожжённого консерватора. Дело в том, что на DSi возлагалась миссия стать пионером, прорубающим путь для портативок Nintendo в мир цифровой дистрибуции. Был открыт магазин DSi Shop, в котором, используя специальные денежные баллы, можно было приобретать игры и приложения. Посему браузер уже не являлся диковинкой. Программную оболочку на консоли полностью переделали, максимально приблизив её к тому виду, что будет впоследствии использоваться в следующем поколении, то есть в 3DS. Для DSi вышли кое-какие эксклюзивные игры, многие из которых были ориентированы на использование ещё одной новомодной фичи — камеры. Точнее, камер. Их появилось сразу две. На внешней стороне и внутри, между экранами. Что касается конструктивных особенностей, то на первый взгляд DSi повторяет DS Lite, но это только на первый. Некоторые системные элементы управления чутка перетасовали. Экраны стали побольше, а толщина поменьше. Классный механический регулятор громкости заменили пошлой качелькой плюс-минус. Добавили разъём под SD-карту, но самое важное — упразднили разъём для картриджей Game Boy Advance, таким образом отменив обратную совместимость. Короче, DSi, у которой потом ещё выходила Excel-версия, но это не важно, явно была ориентирована на людей прогрессивных, устремлённых в будущее. Ну, это, само собой, не наш вариант. И ещё интересный факт. Все три основные модели DS используют разные разъёмы для зарядных устройств. Три консоли — три зарядки. И вот это представление разных версий — отчасти крик души. Потому что при всей моей любви к платформе, я так и не получил идеального конструктивного исполнения. Оригинальная консоль слишком грубая, а самое главное — у неё чересчур тусклый экран. DSi никак нельзя рассматривать, если ты заинтересован в играх для Game Boy Advance и в использовании дополнительных аксессуаров. Да и, как по мне, она в плане материалов по тактильным ощущениям тотально проигрывает другим вариантам, особенно DS Lite, которая была бы самим совершенством, если бы не проблема с пережимаемым шлейфом. Да, её можно устранять. При помощи мастеров или даже самостоятельно заказав запчасти на каком-нибудь алике. И на несколько лет вам этого фикса хватит. Но разве это можно назвать идеальным вариантом? Однако, что-то я увлёкся. Не ради этих жалоб ролик затевался. Затевался он ради того, чтобы просто рассказать вам про клёвую игровую платформу, которая в наших краях никогда не пользовалась особой популярностью, которая в глазах многих предстаёт каким-то странным маргинальным увлечением. Nintendo DS — это далеко не только вездесущие Марио и Зельды, хотя куда уж без них, конечно. На этой консоли можно обнаружить великое множество очень разноплановых проектов и скрытых алмазов, часть которых я вам сегодня показал. А лично меня знаете, что ещё увлекает? Игры для Nintendo DS выглядят так, как будто они с пятого-шестого поколения домашних консолей, но и с какой-то параллельной вселенной, в которой трёхмерная графика не стала массовым фетишем. У нас же как было, во второй половине 90-х произошёл самый настоящий бум 3D. Технология захватила всю индустрию. Все флагманы на PlayStation, Nintendo 64, Dreamcast старательно выпячивали свои полигоны. И вот представьте, что разработчики не стали бы расставлять такие жирные акценты. Типа овладели бы 3D, но как-то между делом скромно. Наверное, в таком случае игры того поколения походили бы на игры с Nintendo DS, увидевшие свет лишь 10 лет спустя. И такая форма мне кажется с одной стороны очень ламповый и приятный, зачастую находящий параллели с 8 и 16-битными играми, например, а с другой не пренебрегающий прогрессом, технологиями и развитием геймдизайнерских решений. Продолжение следует... Вот и все, пожалуй. Напоследок скажу, что если вам вдруг показалось, будто вам не во что играть, просто оглянитесь назад. Представьте, сколько всего годного вы успели пропустить за всю богатую историю индустрии на десятках игровых платформ. Ну и не теряйте времени. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok